О предпринимательской среде на Кубани мы говорим с вице-президентом Краснодарского отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей Эдуардом Кузнецовым. Эдуард Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, о вашем статусе-то, точнее, о статусе Союза говорят годы деятельности. Думаю, сомневаться здесь и, в общем-то, не приходится. А что нужно для того, чтобы стать членом Союза? Чтобы стать членом Российского Союза промышленников и предпринимателей в Краснодарском крае, достаточно зайти на наш сайт, заполнить анкету. Ну, и все там необходимые документы, подтверждение юридического статуса или юридического лица, или предпринимателя. Предоставить документы о регистрации. Вот. Пакет документов там небольшой. Ну, и, соответственно, оплатить членские взносы и быть членом РСПП, уплачивая ежегодно членские взносы. Поэтому здесь мы, еще раз говорю, достаточно открыты. Предприятие вносится в реестр не только предприятие Российского Союза промышленников-предпринимателей общероссийского, он входит в реестр, мы сразу вносим в общероссийское, но и также автоматически является членом другой нашей общественной организации, это Ассоциация объединения работодателей Краснодарского края, где мы также на стороне работодателя поддержим его в различных спорах, консультируем его. В том случае, если, конечно, предприниматель соблюдает российское законодательство, законодательство Краснодарского края, мы в этом случае, безусловно, разбираемся в той проблематике, которую поднимает сам предприниматель, и оказываем ему консультации, возможные содействия в решении вопросов. У нас есть и социальное партнерство, где мы подписываем трехстороннее соглашение, мы являемся третьей стороной, сторона работодателей. У нас президент Ассоциации объединения работодателей, Бударин Виктор Константинович, подписывает от лица работодательской организации трехстороннее соглашение, это вместе с администрацией Краснодарского края и с профсоюзами Краснодарского края. Если профсоюз защищает сторону работников, то Ассоциация объединения работодателей Краснодарского края, мы защищаем сторону работодателя. К сожалению, работодатель тоже иногда нуждается в защите по разному роду вопросов и взаимодействию с администрацией Краснодарского края в том числе. У нас на три года, мы каждые три года подписываем такое трехстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, где социальную сторону тоже принимает на себя ответственность и обязательства работодатель. И мы, как ассоциация объединения работодателей, отслеживаем исполнение социальных обязательств работодателя. Мы сегодня говорим о том, что бизнес должен быть социально ответственным. И, конечно, мы не остались в стороне, как региональное отделение Краснодарского края, от реализации глобального договора. Вы знаете, он был по инициативе разработан и направлен в реализацию по инициативе ООН, и Россия включилась в целом, Российский союз промышленников, предпринимателей. Мы, как Краснодарское региональное отделение, безусловно, говорим о поощрении социальной ответственности бизнеса. Поэтому вот эта вот работа, на первый взгляд, она может быть не сильно значимая, кажется, но достаточно ответственная, потому что мы все-таки тоже должны создавать условия работы для наших людей предпенсионного уже, скажем, возраста. И пенсионный возраст, нормативный пенсионный возраст, он повышен, вы знаете, на 5 лет. Поэтому вот с осторожностью, внимательной, конечно, вот к этой такой наиболее уязвимой категории граждан мы относимся с большим вниманием и нацеливаем на это наших работодателей также. Возвращаясь к проблемам, которые испытывают работодатели сегодня, с чем чаще всего приходится столкнуть? Вы знаете, на мой взгляд, можно выделить несколько проблем. Мы достаточно, ну, скажем, активно мониторим рынок, экономику Краснодарского края и проводим анкетирование предпринимателя, изучаем проблему в каждой отрасли. Вот экономики Краснодарского края, на совещаниях, на конференциях, на общественных советах. У нас вообще структура Краснодарского регионального отделения, она состоит из комитетов по всем направлениям деятельности бизнеса. И прежде всего эти комитеты возглавляет сам предприниматель и входят туда все предприниматели. Вот, поэтому мы держим руку на пульсе и, ну, достаточно плотно знакомы с проблемами всех отраслей. На первый план сегодня выходит все-таки вопрос финансирования. Финансирование того или иного инвестиционного проекта, например, для предпринимателя. Я уже сказал, что банки, да, несмотря на то, что у нас в этом году достаточно, мы, наверное, ежеквартально снимаем, снижаем, значит, Центральный банк Российской Федерации, ключевую ставку, ставку рефинансирования для наших банковских организаций. Но, тем не менее, сегодня, чтобы провести модернизацию или провести обновление основных средств, конечно, нужны дешевые денежные средства. И вот те меры господдержки, о которых я говорил, и те процентные ставки, это от 1 до 5% годовых, они наиболее востребованы. У нас те денежные средства, которые предусматриваются в, например, фонде, региональном фонде развития промышленности, фонде развития бизнеса, поддержки бизнеса, этих денежных средств катастрофически не хватает. Предприниматель идет достаточно активно за такой мерой господдержки. И здесь, конечно, важны длинные сроки финансирования, если речь идет об инвестиционных проектах. Но, к сожалению, сегодня бюджет не может предоставлять денежные средства 5-7-10 лет предпринимателю, чтобы провести обновление, модернизацию основных средств на предприятие. Но это очень сегодня важно и востребовано. Но, вы знаете, есть один из национальных проектов, это повышение производительности труда. То, о чем мы уже, наверное, говорим десятилетиями. И в Краснодарский край вошли у нас большое количество предприятий. Где-то, наверное, на Кубани задача 300 предприятий вовлечь в этот национальный проект. Там есть меры господдержки из федерального бюджета. И приезжает команда, и внедряются бережливые технологии на производстве. Но, к сожалению, не все руководители предприятий сегодня понимают, зачем это надо. Производительность труда, она, с одной стороны, мы говорим, бизнес попадает в некие ножницы. Он сегодня не может уволить ряд сотрудников, если он внедряет либо бережливые технологии, либо у него есть результаты по производительности труда. То есть он меньшими затратами производит в том же объеме какую-то продукцию, выполняет вид работы или оказывает услуги. То есть высвобождаются свободные руки. И здесь, вплоть до уголовной ответственности, знаете, есть у нас законодательство, мы не можем, ну, предприниматель не может уволить определенное количество людей. То есть того эффективности от внедрения производительности труда он не получает. Тогда задается он вопросом, а зачем мне тратить деньги на производительность труда, если я не могу высвободить этих людей и уволить? Мне все равно, значит, необходимо их содержать. То есть сама идея внедрения новых технологий, и мы говорим о цифровой экономике, внедрять сегодня нет смысла предпринимателю, он не видит, потому что он находится в неких ножницах. Вот, поэтому вот здесь он ищет эту золотую середину, и мы поощряем тех предпринимателей, конечно, которые занимаются вот цифровой экономикой, внедрением передовых технологий, IT-технологий и производительность труда. То есть вот этот перекос непонятный, да, то есть это одна из, еще одна из проблем. Вопросы кадров, подготовки кадров, например, IT-специалистов, у нас сегодня их катастрофически не хватает. Какие сегодня программные продукты внедрять предпринимателю? Или это будет иностранный разработчик, или это будет IT-специалист из Краснодарского края? Конечно, цена разная, но сегодня Россия в целом по IT-технологиям, наверное, одна из передовых на территории не только Российской, Европы, ну и, наверное, на территории, вот, не знаю, во всем мире. У нас краснодарские IT-специалисты разрабатывают программный продукт для европейских предприятий. То есть и мы сегодня, и уже вот в Федеральном фонде развития промышленности говорят о том, что те предприятия, которые будут внедрять IT-технологии нашего разработчика, нашего предпринимателя российского, получат поддержку на внедрение и финансирование в объеме 1%. Или, если это будет иностранный, то 5%, значит, под 5% меры государственной поддержки. Конечно, наши специалисты сегодня, они готовят хороший продукт, и проще сегодня внедрять и то оборудование, которое разобратывают наши специалисты, российские. У нас, кстати, вот наше высшее учебное заведение на территории Краснодарского края, многие имеют свои инжиниринговые центры, где команда ребят, студентов разработали продукты и оборудование, и технологии, которые могут быть, во-первых, в десятки раз дешевле, потом по локализации они почти 100%, в некоторых видах и 100% нашли замену по комплектующим на производство на территории Краснодарского края Российской Федерации в целом. Но они сегодня, к сожалению, с профессорско-преподавательским составом не могут продать то оборудование и правильно его представить предпринимателю, потому что не менеджеры и не специалисты по продажам, а предприниматель не знает о тех разработках, которые сегодня есть в высших учебных заведениях даже на территории Краснодарского края. И мы сегодня стали неким таким мостиком, мы это Краснодарское региональное отделение, РСПП, между высшими учебными заведениями и нашим предпринимательским сообществом, где мы ведем популяризацию тех продуктов, того оборудования, которые разрабатывают наши студенты. И мы предложили нашим предприятиям, и уже у нас есть определенный опыт сегодня, ряд таких новых образцов экспериментальных уже тестируются на наших предприятиях Краснодарского края, где команда студентов внедряет на производстве определенное оборудование, но у нас, если говорить о конкретике, это в пищевой промышленности. Оно в 10 раз дешевле аналогов иностранного производства, но сами студенты, разработчики, его под требования предпринимателя перенастраивают, доделывают, и они уже знают, где они будут после окончания вуза работать. И предприниматель их с удовольствием возьмет, потому что это и сами разработчики, и это он посмотрел, живые специалисты знают это оборудование и будут сопровождать и дальше. То есть вот такого взаимодействия сегодня не хватает нашим вузам и предпринимателям. И замена каких-то комплектующих, она будет гораздо дешевле, потому что производится, как я уже сказал, и на территории Краснодарского края, или на территории Российской Федерации. Такой опыт, например, в Татарстане уже давно реализуется и достаточно успешно, поэтому вот мы пошли по этому же пути и видим, что да, действительно, сегодня вот этот опыт, он востребован и самим предпринимателям, и мы даем некий стимул самим студентам, а те студенты, которые учатся или только пришли в вузы, видят, что участвуют в этих разработках, они могут уже трудоустроиться, переспекти в своем, сначала проходят практику, а потом уже и понимают, где они будут в последующем работать. Поэтому вот еще одна из проблем, которую РСПП, ну, я не говорю, что мы ее 100% решили, но во всяком случае мы на пути, этапе возможного решения. Вот, если говорить дальше о тех проблемах, с которыми сталкивается сегодня предприниматель, значит, это, конечно, внедрение новых технологий. По оценке экспертов, Россия примерно на 20 лет отстала от Европы, от экономически развитых стран, по тем разработкам, которые сегодня есть. И мы в большей степени до 2014 года ведь пользовались только разработками, ну, в большинстве своем, там, европейских и каких-то других экономически развитых стран. И только после 2014 года, когда мы попали вот под занавес, значит, вот этого экономического ограничения для России, значит, мы в меньшей степени стали говорить о зависимости от нефти и газа, и уже начали все-таки внедрять свои разработки. И я думаю, что уже результат, он есть, прошло 5 лет, и в том числе наши вузы, краснодарские, они активно включились в эту работу. Поэтому технологии для нас очень важны, оно влияет и на производительность труда, и на внедрение бережливых технологий. То, о чем и говорит президент, вот в одном из национальных проектов повышения производительности труда, это, в общем-то, достаточно важно и актуально. И тот собственник, и тот руководитель, который понимает это, он достаточно востребованная и продукция. И сегодня, знаете, есть достаточно большой экспортный потенциал у Краснодарского края. Сегодня на территории края мы достаточно плотно работаем с российским экспортным центром, с региональным отделением, где предприниматель ищет выход своей продукции в другие страны. И вот мы сегодня такие коммуникации выстраиваем с другими странами, и с Китаем в том числе, несмотря на то, что логистика достаточно, она может быть дорогая, но меры господдержки и федерального, есть уровня бюджета, и нашего краевого все-таки помогает сегодня. И я хочу сказать, она востребована, эта поддержка, и предприниматель обращается в том числе и к нам, найти потенциального потребителя в других территориях, вот, ну, не только Китай, Европы там, но в основном сейчас, вот, Китай. Это, то, что касается Краснодарского края, очень востребованная сельскохозяйственная продукция. В Китае? Ну, не только, вот, экспорт, очень агропромышленный сектор вот в этом направлении в большей степени сегодня заинтересован. Несмотря на то, что у нас рынок сбыта достаточно объемный, мы порядка 18 миллионов отдыхающих принимаем ежегодно, но, я думаю, по итогам 2019 года, наверное, примерно такая будет цифра. При официальной статистике, что, ну, где-то 6 миллионов жителей Краснодарского края плюс 18 миллионов ежегодно приезжают. Представляете, какой рынок сбыта для сельхозпродукции Краснодарского края? Да, да. Но при всем при этом наши предприятия загружены от 50 до 70 процентов. То есть, ну, мы готовы сегодня нарастить и до 100 процентов мощности нашего производства. Вопрос номер один – рынок сбыта. Поэтому и сегодня предприятия, те, которые готовы развиваться, внедряют новые технологии, они все в большем объеме выпускают сельскохозяйственную, в том числе и сельскохозяйственную продукцию. И она сегодня востребована. У нас рост промышленности, я вот говорил, что составил 7,4 процента годовых. То есть, это мы приросли к аналогичному периоду прошлого года. То есть, а это достаточно серьезно, это уже десятки миллиардов рублей. Нужен рынок сбыта. То есть, и мы подошли к следующей проблеме, о которой сегодня говорит предприниматель, что я готов, я могу, я хочу, я знаю, я понимаю, как увеличить объем производства, как наладить выпуск востребованной продукции. Ну, помогите мне со сбытом. И вот мы, как общественная организация, вот в том числе, занимаемся и этой проблематикой. Поэтому вот то, что сегодня есть у нас и в национальном проекте «Экспорт» поддерживается государством, очень востребовано и очень актуально на самом деле. Известно, что ваши эксперты регионального отделения РСПП участвовали в разработке такого важного экономического документа, как «Стратегия 2030». Вот об этом вы скажите. Ну, да, действительно, мы достаточно плотно обсуждали на стадии принятия стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. На площадке РСПП у нас был министр экономики Краснодарского края Рупель Александр Александрович. Встречались с членами РСПП, мы обсуждали, дискутировали. Вот, я хочу сказать, что мы достаточно много провели стратегических сессий не только на площадке РСПП и не только с членами РСПП. Мы, как эксперты, выезжали вместе с администрацией Краснодарского края в муниципальное образование. Мы выезжали в экономические зоны Краснодарского края, которые определены стратегией, встречались там с предпринимателями. То есть было проведено достаточно большое количество мероприятий, достаточно широкая дискуссия была по этому вопросу. Но итогом стало принятие законом Законодательного собрания Краснодарского края стратегии о социально-экономическом развитии до 2030 года. Но я хочу сказать, что цифры там достаточно серьезные, амбициозные. Но, как показывает практика, и вот 2017, 2018, 2019 год, как говорят, глаза боятся, руки делают. То есть есть достаточно серьезный результат. И хочу сказать, что, наверное, в 2015 году у нас краевой бюджет составлял где-то 180, консолидированный бюджет края 180 миллиардов рублей, то по итогам 2019 года мы уже прогнозируем, что... Ну, год еще не закончился, поэтому мы говорим прогнозируем, где-то порядка 315 миллиардов рублей будет бюджет Краснодарского края. Если вы знакомы с стратегией, то к 2030 году задача стоит 600 миллиардов рублей наполнить бюджет Краснодарского края за 2019 год. Бюджет пополнится порядка 40 миллиардов рублей. Вот, и та долговая нагрузка, которая осталась после проведения зимних Олимпийских игр, это 145 миллиардов рублей, она, безусловно, тоже снижается. Мы в этом году снизили зависимость бюджета на 40 миллиардов, и долг сегодня около 100 миллиардов рублей составляет. Но эта нагрузка в соответствии с бюджетным кодексом, конечно, ограничивает меры господдержки и, собственно, краевой бюджет Краснодарского края. Поэтому мы не в полной мере можем оказывать поддержку сегодня предпринимателям. И исторически, я помню, у нас фонд развития промышленности, когда наш региональный фонд создавали, мы определенные министерства не согласовали нам создание, и губернатор обращался лично к президенту Владимир Владимирович Путин, он на обращение поставил согласовать. И оказалось, что губернатор был прав, это востребованное направление. И он говорит, что сегодня полтора миллиарда рублей фонд развития промышленности и рост 7,5% объема промышленного производства достаточно немало. Это 10% сегодня бюджета Краснодарского края и миллиардные оборудования для самих промышленных предприятий. И фонд все время востребован, востребованы денежные средства. Уже по поручению губернатора в ближайшие три года будет предусмотрено 5 миллиардов рублей на фонд развития промышленности. То есть это достаточно ощутимый, и я хочу сказать, что в России-то, наверное, таких фондов и нет, с таким объемом и мерами государственной поддержки. Поэтому как драйвер роста можно сказать, что промышленность на Кубани, она в последние, наверное, начало 2000-х годов была в загоне. Мы ориентировались только на сельскохозяйственную, на наши отрасли, и агропромышленная в целом переработка, это и в том числе пищевая промышленность, переживала, ну, непростые, скажем так, времена для Краснодарского края, сам санаторно-курортный комплекс. Но сегодня мы встаем с колен, и одна из лучших экономик в России, мы, наверное, в пятерку лидеров входим по ряду показателям, где-то даже на третьем месте после Москвы, Московской области, Краснодарский край и по видам экономической деятельности. То есть Краснодарский край сегодня достаточно активно развивается в этом направлении. Поэтому вот меры господдержки, они важны, и предприниматель, еще раз говорю, он видит отдачу от государства, что сегодня, получая в бюджет от предпринимателя, да, сегодня, может быть, такая налоговая нагрузка для предпринимателя достаточно ощутимая, но, понимая это, губернатор дает поручения и оказывает меры господдержки нашим предпринимателям, те, которые добросовестно уплачивают налоги во все уровни бюджета. Поэтому эта дорога такая с двухсторонним движением, сегодня она, наверное, абсолютно правильна, если ты не платишь налоги, какая тебе, значит, поддержка из государства, от государства. То есть вот выходи из тени, плати налоги, а, как показывает статистика и практика, у нас где-то около 30% населения еще получает зарплату в конвертах, неофициально, где-то в тени находится и так далее. То есть у нас достаточно мощный резерв по наполненности и бюджета, и по увеличению темпов роста и прироста экономический показатель для Краснодарского края. Поэтому то, что касается исполнения стратегии 2030 года, я думаю, что оно, в общем-то, для нас достаточно выполнимо. Сегодня по итогам 2018 года, ну, пока мы не говорим, 19-й год не закончится, 2,3 триллиона рублей был валовый региональный продукт Кубани, вот, а по стратегии 2030 году он должен составлять 5,2 триллиона рублей. То есть в этом году мы еще более поднимемся по объемам нашего валового регионального продукта, и по бюджету я уже цифры приводил, например. Поэтому, ну, шансы достаточно велики, и я думаю, что когда власть слышит бизнес, а бизнес понимает требования и задачи власти, мы все вместе, я думаю, эту задачу сможем выполнить. Спасибо за беседу, всего вам доброго. Спасибо вам, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok